Приветствую вас. Вы знаете, у вас на самом деле два варианта развития событий. Первое, это посмотреть на причины своих обид, которые у вас имеются, да, и разобраться с природой этих данных обид. После чего скорректировать свое отношение к парню и к себе в соответствии с этими обидами, которые на самом деле в данном случае выполняют защитную функцию. Вот, в данном случае они выполняют защитную функцию в том смысле, что они пытаются оградить вас от того, что вы делаете, а вы в данном случае себе, к сожалению, очень сильно вредите. Вы, к сожалению, растворяете в другом человеке и, в общем-то, все глубже заглядаете в треугольнике Карпмана. Вот про треугольник Карпмана можете почитать сами в интернете, это как бы есть. Либо у вас есть другой путь, это путь дальнейшего следования тому пути, который вы выбрали для себя сейчас. Ну вот, по пути следованию тому пути, который вы выбрали и, собственно говоря, всегда у себя еще полнить подальше, потому что мужчина, он не будет вести себя лучше, вот, скорее всего он будет вести себя столько хуже еще по отношению к вам, потому что вы себя, ну, не сказать, что вы цените, да, и именно в силу того, что вы себя не цените, почему мужчина должен вас ценить, в общем-то говоря, в общем-то говоря, вот. То есть это на самом деле все достаточно просто в этом смысле слова. Вот, определиться с тем, почему вы терпите от своего молодого человека оскорбление, почему вы терпите его такое отношение к вам, вот. Ну, как правило, это причина этого, как правило, скроется в низкой зонаоценке, в неуверенности в себе, вот, в страхе одиночества и, ну, вероятно, в болезненной потребности, например, в любви, вот. Все это корректируется, но для этого нужна работа, вот. Вы ведете себя сейчас как созависимый партнер, про созависимость вы можете также почитать в интернете, для вас это тоже не актуально, вот. Далее вы пишете, что делать дальше, что делать дальше, чтобы что. Если вы хотите гармонизировать отношения, это одна история, если вы хотите разобраться в себе, это другая история. То есть, ну, разные рекомендации, разные направления работы, вот. То есть, опять же, поставьте цель. Поставьте цель, поставьте... Определите запрос, в общем. Вот, знаете, мужчина, он ничего не будет менять, да, мужчина, он ничего не будет менять, пока ему это выгодно. А пока вы не делаете ничего, да, ему это выгодно. Дальше, как видите, он всегда на протяжении вот всей истории ваших отношений, да, он, на самом деле, как-то вот склонен был к каким-то изменам, да, склонен был к каким-то таким, ну, к проявлениям двойной жизни, вы почему-то это всё терпели, вы почему-то это всё прощали, не смотря на обиду, вы всё равно, как бы, продолжаете с ними. Слежите ещё, когда-то что-то приходит. Вот почему приходит, это, если честно, непонятно, вот. Определите более подробно, что вы подразумеваете под приходится, вот. Ну, более подробно определите, что вы подразумеваете под приходится, почему приходится. Вот. Также, на мой взгляд, очень важно выявить, вот по какой-то причине вы, по сути, предаёте себя, да, то есть, вот, вам обидно, а вы всё равно, как бы, продолжаете, ну, вести себя, как бы быть с этим человеком и так далее. Вот. Непонятно, почему вы согласились с ним жить, с его родителями. Также непонятно, как родители на всё это смотрят, да, то есть, они смотрят на это, как, ну, в ситуации или не позволяют своему сыну, ну, оскорблять вас. Вот. То есть, это всё нуждается в прояснении. Но, в целом, в целом, есть ряд ваших потребностей, которые вы сейчас пытаетесь удовлетворить за счёт нахождения в этой ситуации. И перспективы у вас в этом смысле, к сожалению, ну, нет никакой. Потому что вы не будете удовлетворены. А зависимость ваша, она будет только расти. Вот. Поэтому, ознакомьтесь с темой созависимости и треугольником Карпмана. Ну, треугольником Карпмана. Вот. И, после этого, я рекомендую вам обращаться за личной, на что-то, консультацией, да. Я рекомендую вам индивидуальную работу. Вот. Я рекомендую вам, сейчас, консультацией с психологом, психотерапией. Вот. С психотерапией. Потому что у вас тут вот есть и, в общем-то, нарушение лишних границ, да. И, мне кажется, недостаточно оформленная модель женского поведения и наложения того, что вам нужно в отношении с молодым человеком. Вот. Возможно, есть у вас установка, чтобы угождать другим людям. Вот. То есть, все это необходимо корректировать. Вот. Иначе ситуация никак улучшаться, к сожалению, не будет. Вот. Ну, а там дальше, если вы начнете более ценностно относиться к себе. Вот. Если вы будете ориентироваться на себя. Если вы, ну, будете становиться более самостоятельными, то, на мой взгляд, у вас появится реальный шанс изменить не только себя, да, но и молодого человека, то есть, показать молодому человеку, что то, что он делает, это не есть хорошо и не достойно его. Вот. Вот так. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я поддерживаю вам signals о том, что вы будете missiles и о том, кто не спрашивать Владимирск, has достигола자를 React, как это electrone или eternal без carrап 개.... Это Guあぁта или 20 минута, Bell Bellsило? Он внутри меня. Продолжение следует...